Не отвлекать финансовые ресурсы на то, чтобы буржуям набить карманы и закупить картины, ввести в страну как меценаты. Великие меценаты. И все в это поверили. Особенно наши тут в Минске. Но я думаю, слава богу, привезли картины. А нет! Никакой не меценат. Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались, откуда картины, за какие деньги закупались. И только по оценочной стоимости, там больше 20 миллионов долларов. Только по картинам. Так как так, Павел Владимирович, денег на экономику нет, а карманы набить, создать собственность за границей, вывезти туда сотни миллионов долларов, закупить картины сюда провезти и так далее. Многие говорят, а чего раньше их не взяли? Сегодня мы едим пирог, потому что вчера его еще не испекли. Поэтому особо сердобольных хочу предупредить. Вы нас не торопите, мы разберемся со всеми вопросами. А если у кого-то есть вопросы, вот, пожалуйста, Иван Александрович Тертиль. Два раза он объяснил всему обществу, если надо, третий раз объяснит. И если надо, подключится и другие объяснят. А то ставка рефинансирования, денег нет, того нет, а разворовывать деньги и выводить есть. Или прибыль всю отдать. Тем, кто сегодня в избирательную кампанию включился, прибыль целого банка. Откуда прибыль в банках? В банке же денег нет. От экономики. Естественно, вытягивают от людей, от предприятий, создают прибыль, а потом раздают на политическую кампанию. Что за поведение банкиров? Такого в мире вы не найдете. Потому что банки, банкиры, служащие банков настолько аккуратны и осторожны. Они прекрасно понимают, что деньги любят тишину. И они себе этого не позволяют. А у нас, пожалуйста. Но я же вижу, и не только я сегодня, кто стоит за этой кампанией. Я же вижу, кто толкает этих кукол, которые у нас тут аж счастливый народ хотят.